МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пролетарском районном суде города Твери вынесен обвинительный приговор бывшему налоговому инспектору. О задержании инспектора мы рассказывали в патрульной службе. Дело расследовали в отделе по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета по материалам, предоставленным у ФСБ России по Тверской области. По версии следствия, 13 июня главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ФНС, находясь на улице строителей города Твери, передал должностному лицу налоговых органов взятку, сумму которой составила 500 тысяч рублей, для решения вопроса об уменьшении налоговых платежей и штрафных санкций по результатам проведенной выездной налоговой проверки в отношении одного из обществ. Сразу после передачи денежных средств налоговый инспектор был задержан на месте преступления с сотрудниками у ФСБ России по Тверской области. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту преступления, совершенного 28 лет назад. По версии следствия, 26 октября 1994 года в одной из квартир жилого дома по бульвару Гусеву двое братьев, один из которых был несовершеннолетних, убили мужчину, с которым выпивали, затем убили хозяйку квартиры и ее гостью. Потом, чтобы скрыть следы, подожгли квартиру и скрылись. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. При изучении материалов уголовного дела следователями СКР была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с сотрудниками областного управления уголовного розыска УМВД и Главного управления уголовного розыска МВД России оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств В ноябре 2022 года были установлены лица, причастные к совершению преступления, добыты доказательства их вины и запрещающие их преступную деятельность. Установлено и допрошено значительное количество свидетелей и очевидцев случившегося. Проведена осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, комплекс судебных экспертиз. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал в отношении одного из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.